Способность к обучению и ответственность. Такие качества отмечают в юных работниках на предприятии ИСКОШ. Организация каждое лето трудоустраивает несовершеннолетних. К новым помощникам здесь относятся с одобрением. К тому же в сезон отпусков дети являются настоящим подспорьем сотрудникам. В основном это дети наших работников. Если это значит они видят как работают их родители, если первым делом это подзаработка их немножко как бы в финансовом плане, а второе значит они учатся работать в коллективе, учатся значит как бы любого к труду прививаются. На участке вязального производства подростки помогают с распаковкой сырья. Работа здесь кипит без остановки в три смены и помощь детей приходится очень кстати. Ребята принимаются на работу на любой срок с официальным трудоустройством. Работодатели устраивают детей как на половину ставки, так и на полный рабочий день. Таким образом, исходя из возраста, подростки заняты от двух до семи часов. На работу я устроился, чтобы не сидеть дома, не бездельничать, чтобы заработать немножко денег на лето, что-нибудь купить себе. Работать несложно, ставники очень хорошие, добрые, все объясняют, все показывают, что так делать, что где лежит. Выплачивать деньги работодатель будет за счет собственных средств. Оплата труда установлена в размере не ниже минимальной за фактически отработанное ими время. Кроме платы работодателя, несовершеннолетние получают дополнительную материальную поддержку от центра занятости. На сегодняшний день было трудоустроено 180 человек из числа подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Большую часть подростков приняли организация АО «Скош». За два месяца они приняли уже 60 человек. На втором месте у нас по АО «Нефас» за два месяца они приняли 25 человек. Планируется еще трудоустройство в августе месяце. Всего в этом году работодателями являются около 20 организаций города. Подростков, желающих поработать этим летом, много. К сожалению, намного меньше работодателей, которые были бы готовы взять на работу детей. В связи с этим центры занятости приглашают организации принять участие в программе трудоустройства несовершеннолетних и обеспечить школьников рабочими местами. Анастасия К. Иван Кузнецов. Информационная программа «Ежедневник».